Доброе утро, Арон. Очень свежо, очень свежо. Выглядишь с самого утра в субботу. Замечательно. Арон, сегодня многие наши соотечественники обсуждают закон, который был принят в России. Российский парламент принял закон о декриминализации побоев в семье. Он предлагает изъять из 116 статьи Уголовного кодекса слово «побои» в отношении близких лиц и таким образом вывести из-под уголовной ответственности нанесение побоев родственникам. Итак, если вдруг первый раз вы нанесли побои, но не тяжелые, вам штраф. Если вы второй раз повторили, тогда вас могут привлечь к уголовной ответственности. И у меня тут же возникает вопрос. А что у нас в Канаде? Что говорит канадский закон о таких проявлениях, как нанесение физических повреждений в семье? Ударить свою жену или своего мужа, или нанести травмы на своего мужа или на свою жену – это преступление. Это криминальное преступление. И не только в Канаде, а по всему свободному миру это принимается как преступление. Когда вопрос идет о криминальном процессе и криминальные законы, связанные с семейным понятием, с женой, с мужем, с подружкой, с другом, люди, которые живут вместе и так далее. Это отдельная тема будет у нас. Это отдельная у нас будет тема. Но просто чтобы мы поняли, как этот процесс работает. Хорошо. И вот мы говорим сегодня о нанесении телесных повреждений по-русски. Они есть разные. Есть повреждения с синяками. Есть повреждения, как вот, там, не знаю, схватил за руку и рука стала болеть. А есть, наверное, нанесение каким-то тяжелым предметом. И вот есть ли какая-то градация в Уголовном кодексе за такое вот это, за такое вот это, за такое вот это? Ты говоришь, когда ты говоришь за такое вот это, за такое вот это, ты говоришь о тарифах. Цены. 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 Сколько стоит. Сколько срок. Обвинение какое. Неправильно думаешь о законах. Извиняюсь. Ну, хорошо, слушай, нормально. Нормально. Я же не юрист. Я имею право неправильно думать. Во-первых, так. Если кого-то ударил своей рукой или своей ногой и не нанес никаких травм, это просто ассалт. Так. Простая форма физического нападания. Так. Если ты использовал какой-то предмет, кроме своих рук или ног, это будет ассалт with a weapon. Физическое нападание с оружием. Так. И мы можем вернуться к этому вопросу, что такое оружие. Если ты кого-то ударил рукой или ногой и нанес на них травму, травма должна быть такая, которая не проходит сразу. Если я тебе дал пощечину, у тебя будет красное пятно от моей руки, которое пройдет к концу дня, это не на нос травм. Понятно? Это не барлыгарм. Но если я тебя ударил и тебя вот такой вот фингал, это уже барлыгарм. Теловая травма. Я понимаю, телесная травма. Телесная травма. Я тебе выбил зуб. Я тебе открывавил губу. Я тебе там нанес... Удушал. Вывихнул что-то или что-то упадуло. Это уже отдельное обвинение. Душить у нас есть именно отдельное секс и наколы. Чокинг. О, давай об этом два слова. That's it. It's choking. Вот два слова. То есть за уши. Ты кого-то взял за горло, тебе добавили... Если ты кого-то ударил два раза, захватил за горло и кинул на землю, тебе дали два или три обвинения ассалта и чокинг. Сейчас тебя убью, мудак. Это угроз смерти. То есть, я понял... Кинул в него бутылку, это ассалт with a weapon. Вот, ассалт with a weapon. Значит, с удушением мы поняли. Есть специальная статья. За горло схватил человека. Удушение. Понятно. Вот оружие. У нас понятие оружие это пистолет, это нож и это дубинка. Вот что закон говорит об оружии в руках человека? Любой предмет, который не твоя рука или не твоя нога, не твое тело. Любой предмет. Вот этот телефон, если я в тебя кинул. Так. Вот этими наушниками, я тебе сейчас ударил. Это тоже оружие. Оружие. В смысле? Оно оружие не потому, что оно было сделано, чтобы его использовать как оружие. Пистолет был сделан и воображен как оружие. Я понимаю, да. Это именно его смысл. Понимаю, да. А это смысл, чтобы слушать музыку и слушать звук. Но если ты его употребляешь в другом курсе, как в физическом оскорблении, как оружие, оно становится оружием. Weapon. Не путать оружие с огнострельным оружием. Понимаешь, огнострельное оружие это firearm. И холодное оружие это нож. Холодное оружие это knife. А наушники это просто оружие. А наушники это наушники, пока ты их не использовал как оружие. Понимаешь? Подожди. Получается, любой предмет, который у тебя в руках, и ты запустил им в другого человека, это считается оружием. Yes. Если я мою собаку натравил на тебя, сказал фас. Это assault with a weapon тоже. Моя собака оружие. Я понимаю. И спичечный коробок может быть оружием. Клинец я могу в тебя кинуть и кинуть мою соплю. Это тоже оружие. It's assault чем-то. Кроме самого себя. Я тебя, на тебя чем-то напал, кроме моих своими руками. Рука человеческая может нанести тяжелее удар, чем спичечный коробок или клинекс. Это философическая дебата. Значит, пользуй руку и перестань поднимать претендалы. Так получается. That's right. Don't use... Не пользуй nothing else. And I knew... И тогда у тебя проблем не будет, окей? Хорошо. Будет. У тебя не будет обвинения, что ты использовал оружие. А если ты защищаешься с помощью какого-то предмета? Не важно. Допустим, наушников. Это тоже длинный дебат. Защита. Во-первых, ты должен убедить судью, что ты защищался. И потом ты должен убедить судью, что ты защищался. И метод, который ты пользовал, он пропорциональный. Твоя защита была пропорциональная к твоей атаке. Если ты меня толкнул, а я в защите от твоего ручного толчка взял дубинку и дал тебе по голове, это не пропорциональная защита против твоего толчка. Я имел право защищаться против тебя, но я должен пользовать пропорциональные меры. Ты объяснил. Все понятно. Все понятно. Если я тебя сейчас закрою в этой комнате, ты должен понять, что все вот эти вот человеческие разборки, они очень такие гибкие. И в любой, даже мелкой, типической физической разборке может появиться 10 криминальных обвинений. Вот дай я тебе нарисую на секундочку сценарию. Пожалуйста. Мы с тобой сейчас начнем ругаться. Ты меня матом. Я тебе угрожаю, что я сейчас перепрыгну через этого стола и разбью тебе мозги. Так. Это угроза нанести на тебя травмы. Если я тебе скажу, что сейчас я тебя закопаю, это угроза смерти. One. Считай. Вербальная угроза. Считай. Окей. Потом мы продолжаем ругаться. Я в тебя кидаю телефон. Так. Я промахнулся. Все равно это физическое нападание с оружием. Так. Два уже. Мы с тобой встали и мы с тобой начали. Ты меня толкнул. Assault. Я тебя толкнул. Assault. Ты на меня замахнулся. Я заблокировал. Защита никакой не assault. Я дал тебе в морду пропорционально тоже не assault. Теперь ты упал и я начал тебя ногами топтать. Это все? Assault. Если я тебе выбил зубы, это assault физического. Ты встал и хотел сбежать. Я тебя прижал к стенке, задавил и сказал, ты куда бежишь, мудак? Чокинг. Ты от меня оторвался, схватился за дверь. Я заблокировал дверь и тебя не хочу выпускать. Forcible confinement. Это задержка человека против его воли. Так ты уже досчитал штук девять. Продолжай считать. И ты бежишь к двери. Так. Окей. И я в тебя кидаю мой сапог. Нападание с оружием. Или ты бежишь, а я в тебя кидаю. Окей. Тебе так приятно нехорошо. Я тебя сорвал в потяжке, забежал за горло и начал тебе это вот. Опять чокинг. Окей. Ты понял? Ты сел в свою машину. Я сказал, ты никуда не едешь. И ты меня ударил машиной. Так. Окей. Это может быть и физическое нападание с оружием. Машина. Так. Если я упал, и ты мне переехал мои ноги, не дай бог или whatever, это уже усугубленное физическое нападание. Aggravated assault. Или criminal negligence causing death. Криминальная небрежность с результатом смерти или наносом травмы. Окей. Полиция. И ты видишь, что я лежу, и ты уезжаешь. Right. Это fail to remain at the scene of a crime. То есть ты не имел права. Сбежал. Окей. За тобой погналась полиция. Ты не останавливаешься. Fail to stop for police. Ты меняешь линии. Вот так вот. О, мой гад. Светофора переехал. Опасное вождение машины. Сбил пешехода. Окей. Опасное вождение машины с наносом смерти. Можно остановиться? Подожди. Вернуться. Я понимаю. Почему я это тебе только что написал? Да. Потому что, когда задаешь эти вопросы, кажется, что ситуация изолированная. Изолированная. Я ему сделал assault. А он мне сделал вот так. И как легко. Вот сценарий. Внутри этого assault насчитать еще кучу обвинений. Вот человек приходит к тебе, да? И у него 25 обвинений. Окей. Они хотят там 10 лет тюрьмы, 20 лет тюрьмы. Whatever. И когда он рассказывает свою историю, он объясняет. Я был в ресторане. Кто-то там сказал что-то против моей жены. Бум-бум-бум. Я не преступник. Ну вот так это все закрутилось. Поэтому нужно всегда вздохнуть. Спокойно. Спокойно. И остановить себя, исхватить себя, пока ты... Потому что так легко засциклировать и дать это покатиться. Как снежный шар будет, да? Да. Ну и вот задача адвоката начинать отбрасывать по одному эти обвинения. Задача тяжелая и объяснить тяжело. Задача или защитить своего клиента по полным понятиям, чтобы он вышел из этого как-то чистый. Или уменьшить травму твоему клиенту. Окей? Чтобы было минимальное наказание за минимальные преступления. Спасибо большое. Ты очень популярно объяснил. У меня еще один вопрос есть. У нас есть дети, внуки у многих. Естественно, не все дети идеальны. Иногда они не понимают слово родителей нельзя. И продолжают или бегать там, где нельзя бегать. Или не слушаются, бросаются на пол. У нас здесь, когда мы приехали, нам сказали, не трогайте детей. Потому что если ребенок позвонит в полицию и скажет, что папа его бьет, начнется головная боль. И поэтому родители думают, да ну его, я не буду трогать своего ребенка. Пусть он делает, что хочет, лишь бы не пожаловался в полицию. Их же так в школе учат. Вот как можно воспитывать здесь детей, чтобы не схлопотать вот эту проблему отношения с полицией? Воспитание детей это целая наука. И не у всех есть талант на это, и терпение на это, и достаточно понятия психологии для этого. И родители должны как-то обучить себя, чтобы знать, как получить максимальный результат от своих детей. Но в конце концов дети есть дети, и мы не можем подкратилировать все. И к чему я это говорю? Потому что это мое персональное мнение, что бить детей, это не очень успешный метод воспитания. Но иногда в определенных случаях шлепнуть по попке, если это сделано в правильный момент, с правильной причиной, и еще объяснить почему, и сделать какое-то поправление. Это входит в категорию нормального родительского поведения. И поэтому в криминальном кодексе наше государство это понимает. И оно сделано исключением к закону, связанному с физическим нападанием и так далее. Что это называется correcting your child. Это поправление своего ребенка. И есть границы. 43 секшен канадского криминального кодекса пишет, что если свое поведение входит в эти границы, значит, это не преступление. Значит, ребенок должен быть или старше, чем 2 года. Почему? Потому что они знают, что до 2 лет ребенок не поймет и не примет это наказание. И оно не доходит до одногоднего ребенка. Это не имеет никакого положительного результата. Окей? И если это уже подросток старше, чем 12 лет, тоже это уже, ты уже никакой коррект шлепнуть не получишь. Ты только будешь злить своего ребенка и не получишь результат, который ты хочешь. Это уже почти взрослые люди, которым им нужно разговаривать. Если это ребенок или человек, который недоразвитый психологически, и он тоже, он или она, не получит урок из этого, а просто не поймет, почему их бьют, это получается уже абьюз. Понимаешь меня? Да. Тогда нельзя. Но если это ребенок с 2 лет, до 10-11 лет, и ты не использовал никакой предмет. Ремень? Нет. Отцовский? Нет. Рука, ладонь по попе. Нельзя бить по лицу, нельзя бить руками, нельзя это... Это не должно быть агрессивно. Мы должны сами понимать, что это не должно быть агрессивно. Но шлепок приносит боль ребенку. Это не должно быть потеря своего темпер, как сказать, быть сдержанным. От несдержанности, что ты просто злой, у тебя был плохой день на работе. Сорвал на нем свою злость, да. Ты выпил и сорвал свою злость. No. Это не должен быть абьюз. Ты не можешь закрывать ребенка в комнате или еще забрать иду. Ты понимаешь меня? Да, абсолютно. Мы говорим о чем? Так, я тебе 10 раз сказал убрать комнату. Раз, два, три. It's okay. Если ты начнешь раздвигать вот эти вот шторы... От границы, да. И говорить, я хочу, а если я его ногой... Вот тогда ты попадешь в проблемы. Окей? У меня было достаточно таких кейсов. Родители были нормальные, и их не... Они мотивировали правильно. Но там уже был 16-летний, и он был неконтролирован. Он приводил своих друзей, и они грабили своего собственного отца. Он ему сказал, делаю уроки, он ночью с окна выпрыгивал, его не было. Он воровал его кошелек, там... Он его один раз привязал. Он его привязал и сказал, я буду дома через три часа. Вот тебе вода. Отца, что ли? Отец привязал сына. Сын и ребенок. Ему 17 лет. Окей, привязал его. У него уже был длинный криминальный рекорд, как несовершеннолетний, как подросток. Довел отца, короче. Окей, довел отца. Он его привязал. Он его ударил один раз палкой по ногам или так далее. Окей? Отец получил обвинение. Forcible confinement, что он его связал и так далее. Что он его ударил. Папа объяснял. Я его уже на одну программу к терапевту отправил. Я его сюда отправил. Мы его в одну школу. Я его записал в солдатскую школу. Military school. Знаете, чтобы исправить их. Он не пошел. Он уже не знал, что делать. Нельзя. Арон, большое спасибо. Ты сегодня очень, так сказать, вкратце нам рассказал, вот в чем разница между нашими законами и законами других стран. Безусловно, о насилии в семье мы поговорим отдельно. Там куча нюансов есть всяких, правильно? Очень. Очень. Очень много нюансов. Очень тяжело это все как-то расшифровать и объяснить. Великолепно. Спасибо большое тебе, Арон. Очень интересная была беседа сегодня. Я тебе желаю успехов в твоей очень сложной, но очень важной, полезной нам всем работе. И мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо большое. Очень приятно тебе. Спасибо. Спасибо.